Вода совсем сюда заходила, потом она убывала по мере убывания, и вот последние лежат. Последние в мазке лежат уже на самом дне, но до воды все равно не добраться. Вместо бурной реки Пяшмы практически марсианская пустыня. Водоем исчез буквально за одну ночь, еще позапрошлым летом. Бобров на Торфянике у нас прорвало плотину. В результате у нас сначала-то много воды было, а на утро пришли, речки нету, речка ушла. Вслед за лесной плотиной прорвало и переправу в самой деревне. И уже два года жители Рукино не могут добиться восстановления сооружения. Попытки со стороны местных властей предприняты были, но безуспешные, зато затратные. 50 тысяч рублей только за засыпку. Делали глиной, залепили. Мы говорим, что пустое дело глиной. Второй раз приехали, они сделали столбами, задолбили столбы. На третий раз приехали, вот там бетонную плиту воткнули и опять пустой номер. Столбой поставили, а вот это ведь не дура, между столбой прошла. Уровень воды контролировался при помощи простейшего сооружения. Русло реки было перегорожено и только при достижении определенного уровня вода могла утекать на другую сторону по специальному железному желобу. Все это было построено еще в 60-е и до сих пор никаким другим гидросооружением в районе функционировать не мешало. На Волоске висит и мост через некогда бурную реку. Начали обваливаться берега. И все это на пути к еще одной деревне и ферме. На автобусную остановку по шаткой конструкции вынуждены ходить и школьники. Новый рельеф уже стал точкой притяжения для детей, которых летом на каникулах станет в разы больше. Все в воду лезут жарко. А там засасывает. Глубина там бездна просто. Это черпать, это надо очень много сил, терпения, чтобы отсюда воду брать. Уровень воды упал и очень значительно упал. Уже сейчас река непригодна и для забора воды пожарными машинами. Этот вопрос сельская администрация решить пыталась тоже. Почти опустевший пруд на въезде в деревню изначально предлагалось использовать как пожарный водоем. Сейчас соответствующей таблички уже нет, зато есть официальный ответ. Имеется возможность для забора воды пожарными автомобилями из данного водоема у моста. Но воды там тоже нет, показывают местные жители. Впрочем, больше всего сейчас их тревожит решение не восстанавливать плотину вовсе. Вот эту речку надо сделать. Как они решение выносили, если никого здесь не было, не приезжали они? Администрация сельского поселения после неудачных попыток восстановить плотину вопросы вовсе оставила. Дело, так теперь называют проблему, передали районным властям после обращения жителей к главе региона. Граждане и просто жители, я не знаю почему, они не дождались, написали заявление. И уже другой ход этого всего получился. Но уже получается так, что вмешались другие органы и плотина на речке стоять не должна. Как это получается? Не знаю, как получается. Так получается, я комментирую, а дальше не могу заниматься этим вопросом глава. Так зачем я буду в это еще-то лезть? У меня свои обязанности. А вот в районной администрации решение уже есть. Съемочной группе «Русского Севера» удалось поговорить с главой. Скорее всего, будем делать два пруда. Два пруда. Один противопожарный, другой для нужд населения, для бытовых. Реку восстанавливать? Там плотина неофициальная была, поэтому ее нужно, чтобы зарегистрировать, необходимо провести очень много мероприятий, потратить очень много времени. Это федеральный объект. А значит, реки, скорее всего, так больше и не будет. Но на карте ее нет и сейчас. Жители речку всегда называли не пяшмой, а сельчанкой. И по документам такого водоема просто не существует. Мария Суворова, Игорь Трифонов. Специально для программы новости.